так добрый день ребят у нас тут снова достаточно важный видос потому что разработчики никак не могут остановиться и вчера вечером выложили достаточно важную статейку про обилки в light фоли про ребаланс про некоторые новые фрагменты про грядущие нерфы и что нас вообще ждет в будущем я не знаю если статья на русском давайте посмотрим но вчера вечером ее не было сейчас ее тоже нет поэтому будем читать на оригинале собственно статейка у нас вышла вчера в девять по москве с ребятами на стриме мы ее уже изучили посмотрели теперь когда я так скажем проснулся и можно собраться с мыслями потому что здесь есть несколько моментов которые вызывают достаточно серьезные вопросы особенно в пвп собственно разработчики начиная все с того что они недавно переработали все подклассы под систему 3.0 однако вот эти все изменения они вызвали некоторые проблемы с power clip им имеется ввиду что у разработчиков есть все еще много работы которые нужно проделать с разными системами которые у нас взаимодействуют с подклассами и одна из таких систем это характеристики нашего персонажа то есть там мобильность дисциплина силы и тому подобное здесь речь идет о дисциплине который у нас напомню регенит гранату силе который у нас регенит атаку ближнего боя заряженную и классовая билка у титана это стойкость по регену да у хантера это мобильность и у варлока это восстановление разработчики упоминают что они не делали какой-либо серьезный реворк со времен релиза обители теней то есть получается с года какого даже не помню 19 20 не суть помню 19 да или даже 18 неважно с тех пор в игре появились аспекты фрагменты появилось много экзотной брони моды на броню перки на пушки и другие разные способы чтобы мы могли собрать себе билды однако в игре стало в игре появилась достаточно большая вариативность обилок которые в целом по силе очень мощные и которые можно постоянно использовать из-за этого здесь написано так скажем белым на черном это вы в результате таких вот изменений и по сути бафов некоторые пве активности потеряли вот эту свою сложность которая делала их особенной и вот эти вот все изменения привнесли некоторые проблемы в гарнила то есть здесь банджи буквально прямо говорят что в игре есть power creep и мы это будем фиксить я не хочу говорить а я говорил но те кто смотрит все мои видосы вы знают что я тему power creep и затрагиваю постоянно и на эту тему в комментариях всегда есть разные споры что в игре у нас есть контент для игроков более сильных для игроков более слабеньких но тут банджи прямо говорят что некоторые пве активности потеряли свою сложность и я всегда говорил про град мастеры для кого-то конечно гэмы простите все еще сложная активность но на фоне того что было на релизе град мастер в сезоне величия они стали слишком простыми простите поэтому да что собираются сделать банджи во-первых разработчики хотят в будущем и не только да уже в принципе с ризом лайтфолла вернуть и доступность обилок в пве и в пвп до того уровня что был на релизе набора 30-летия то есть до релиза в очквина когда разработчики серьезно переработали все кулдауны также банджи внесут некоторые изменения по экономике энергии наших обилок лайтфолле и в сезонах после банджи будут корректировать в принципе доступность обилок по их времени да при этом чтобы игроки все еще получали награду за то что они будут инвестировать свой билд крафтинг и создавать своего стража в лайтфолле у нас будут вот такие обновления то есть уже через три недели и они будут сфокусированы на пассивном кулдауне обилок банджи решили поменять скалирование того как у нас регенится граната сила и классовая обилка то есть атака ближнего боя да и классовая обилка в зависимости от вашего параметра ну то есть там дисциплина силы и тому подобное да в целом реген который сейчас у нас имеет на на тире десятом с релизом лайтфолла то есть допустим на дисциплине 100 у нас реген будет как сейчас на параметре 80 то есть получается так что мы получим общий нерв кулдауна обилок в игре допустим сейчас у нас там не знаю граната на возьмем допустим хилищу гранату на соларе да если сейчас у нас на параметре 100 реген там секунд 30 то с лизом лайтфолла будет секунд 45 это я так наугад да говорю однако есть и плюс в этом изменении в том плане что теперь у нас каждый параметр статы то есть там 10 20 30 40 будет более равномерно понижать когда наших обилок сейчас как вы знаете на более низких параметрах у нас достаточно резко снимается кд там посеку 20 30 но ближе к сотке параметры снижаются все меньше и меньше и меньше и вот из-за этой системы в принципе в каждом билде нужно хотя бы иметь тридцатку чтобы у вас не было слишком долгого кулдауна вот это у нас будет более равномерно с выходом конца света то есть уже через три недели при этом банжи отмечают что дэстони всегда будет игрой про космическую магию и наши обилки всегда будут напрямую связанные с нашим комбат лупом то есть там пушки обилки и тому подобное банжи пишет что пускай вот это изменение выглядит достаточно обширно на бумаге но разработчики верят что улучшение по системе билдкрафтинга в лайтфоли вот это все помогут же нам обойти у нас появится ладаут у нас появятся новые моды у нас появятся новые фрагменты в общем будет гораздо больше опций а не как сейчас например тоже банжи упоминает что теперь легендарная броня будет иметь три сокета под моды а не как сейчас два которые могут использовать разную вариативность модов и у нас больше нет привязки к стихии брони да я ребята сразу извиняюсь что этот видос будет долгим и достаточно обширным но как вы знаете мой канал это билды и тому подобное поэтому я считаю что каждую деталь нужно проговорить полностью едем дальше начиная с релиза конца света мы сможем использовать абсолютно все моды которые дают нам реген обилок за один в один момент сейчас у нас есть моды вроде кикстарты на милишку в руках есть у нас также моды вроде энергии с праха на реген ульты в голове при убийстве гранатой вот эти вот все моды можно будет использовать в один момент там допустим у нас два мода в голове это как раз три мода в голове это мод на реген ульты при убийстве милишкой мод на реген ульты при убийстве гранатой И мод на реген ульты при прожатии классовой обилки рядом с врагами То есть запустим 3 мода в голове на реген ульты 2 мода в классовом предмете На реген обилки при использовании классовой обилки То есть там получение гранаты и милишки В руках у нас будет утилити кикстарт на милишку, кикстарт на гранату И солярный мод сейчас, который при нанесении урона милишки дает на гранаты В общем с этим модом можно посмотреть в один момент Это прикольно И некоторые билды такими наверное и будут Но вот это Bungie показывает пример Что у нас появится гораздо больше вариативностей и опций То есть вы можете в голове либо поставить 3 мода на реген ульты Либо допустим 1 мод на реген ульты 1 мод на локаторы и 1 мод заряда брони Например, да? Более того Bungie упоминает, что с релизом Lightfall будет уменьшена стоимость всех модов В одном из твабов Bungie упоминали, что стоимость модов будет От единицы до трех единиц Что хайп И моды артефакта у нас больше не будут в броне Моды у нас будут работать пассивно Но только 12 Что поможет нам Что даст нам гораздо больше опций по билдкрафтингу Как мы пожелаем Более того, учитывая то, что очень многое поменяется в Lightfall И добавится тоже в Lightfall Bungie ожидает, что игроки смогут найти уникальные комбинации До которых разработчики сами не додумались Или не могли предугадать В будущих сезонах То есть уже после релиза Lightfall Bungie продолжит тюнить Bungie более серьезно затюнит экономику энергии наших обилок Вместе с обновлениями Чтобы некоторые обилки стали более мощными То есть, грубо говоря, можно предположить Что будет более долгий кд, чем сейчас Но обилки станут более мощными То есть в Lightfall Bungie, суммируя Оптимизирует, изменит базовые Также в Lightfall Bungie у нас изменит базовые кулдауны Гранат, милишек и классов хабилок Некоторых Я смеюсь предположить Что, наверное, Bungie уменьшит базовый кулдаун Припойной гранаты на арке Потому что ее никто не использует Повысит кулдаун хилищей гранаты На соларе из-за пвп Вот это вот все Больше информации будет ближе к релизу конца света И в качестве превью Хорошая новость Потому что Помните видос, когда Bungie Недавний видос про патч, да? Который выходил недавно Когда Bungie понерфили перекат Хантера Я был крайне недоволен этим Bungie это изменение уберут Bungie понизят базовый кулдаун переката Хантера И на перезарядку пушки И на перезарядку атаки ближнего боя Хорошее изменение Потому что это было очень тупо, на мой взгляд И я рад, что Bungie это осознали И быстро все поменяют Суммируя Вот эту всю гору текста, да? Первую часть только Нас ждет нерв Еще один С релизом Lightfall У наших айбилок будет дольше кд Но если вы сможете хорошо забилдкрафтиться Вашего персонажа Переходите ко мне, да? То в принципе наши айбилки все еще будут регениться быстро Плюс мы не знаем, как именно У нас Bungie переработают броню Некоторую, да? Потому что можно смело предположить Что Bungie понерфит, допустим, у Титана Сердце внутреннего света Потому что оно слишком имба Прямо скажем, да? Bungie также могут легко понерфить Starfire Protocol на Варлыке Протокол Звездный Огонь И, допустим, Bungie также могут понерфить Например, Морозники Или даже Ахамкары у Охотника Поэтому вот эти вот все изменения Это у нас одна частичка общей картины, да? И вот по этой причине я думаю, что Bungie еще параллельно будут нерфить нашу броню И TWAP или статью про это Мы тоже будем ожидать Но в целом, да, в Lightfall Наши айбилдки будут регениться быстрее Но это все является планом Потому, чтобы поменять в целом Destiny в билдкрафтинг И для того, чтобы вернуть сложность В самой сложной активности Потому что, как я уже упоминал В этом видосе и не только Те же градмастеры стали очень простыми И это факт Bungie это не нравится Они это будут фиксить Едем дальше Информация про суперы Когда у нас вышел набор 30-летия В декабре 21-го года Взработчики у нас впервые поделили Кулдауны регена суперов Раньше они были одинаковыми Теперь они разные Они это сделали в зависимости От потенциала урона каждой ульты И в целом Роуминг суперы Имеет более долгие кд Чем суперы, которые прожал и забыл Bungie верит, что вот эта система Является для игры очень здоровой Но они признают, что Роуминг суперы в PvE Особенно сложном контенте Стали не особо полезными Потому что прямо сейчас Под классы 3.0 Могут одной гранатой Или одной билишкой Зачистить целую комнату Зачем тогда использовать суперы? Разработчики над этим будут работать И в Lightfall будет парочка мелких изменений Более серьезные изменения у нас будут позже После релиза конца света Но вот что у нас будет уже с релизом Lightfall Роуминг суперы То есть там молод солнца Спектральные клинки Заря варлока Неважно Количество сфер силы Которую вы сможете сделать Максимум Увеличить с 5 до 7 И у суперов, которые прожал и забыл Уменьшить с 7 до 5 Но сферы силы У кладези света У купола света И у стрелы хантера У обеих версий Не поменяется Вот это я думаю Абсолютно ничего не сделает Это изменение По сути ни о чем Поэтому да Параллельно банджи Понизит кд Трех суперов Это у нас молод солнца Заря И спектральные клинки По сути они Поднимут эти суперы С первый тир По второй тир Я скажу честно Я не помню Какие еще у нас Есть суперы В первом тире То есть Самым долгим кд Да Я не стал смотреть Полный список Потому что не особо нужно Но по-моему Их в принципе Больше не осталось Потому что Бегемот Во втором тире Фист оф хэвок Кулаки титана Во втором тире Ярозимы Тоже во втором тире В общем у нас Три ульты Будут регениться Чутка быстрее Это хорошо Особенно для пвп Потому что там тоже Есть свои подвохи И это не все Банджи будут нерфить Купол света в пвп Он понерфится И в пве Но типа так себе В чем проблема купола Банджи Напоминает Что с выходом Пустоты 3.0 Купол можно выбрать Как отдельный супер А не как раньше И из этого Купол стал слишком Имбой в режимах Где есть захват зоны То есть там Контроль зон Крепость в баннере Захват зон в трайлсах И тому подобное И купол стал слишком сильным Его конечно Можно контрить Там новобомбой Или тандеркрашем Но купол в пятом тире То есть у него Долгий кд А тандеркраш И новобомба У нас в третьем тире Например Банджи не хотят Чтобы купол света В пве стал хуже И банджи хотят Чтобы купол Все еще оставался мощной опцией В пвп Чтобы Какую-то Чтобы заходить В какую-то точку Но некоторые изменения Все-таки нужны Во-первых У купола Уменьшат хп Максимальное С 13500 До 8000 Это достаточно Сильный нерв Мягко говоря Особенно в пвп Но в пве Банджи это компенсирует Они уменьшат урон Который носит враги Поэтому купол света В пве В целом По урону Никак не поменяется Но в пвп Это нерв Урон срезали Очень хорошо Более того Как выяснилось Купол у нас Получал Достаточно большой урон От энерджи пушек С мультипликатором 2.5 Кинетики давали Мультипликатор 1 Теперь любой тип урона От пушек Будет с мультипликатором 1.5 И также Банджи Ослабят мощность Перка Броня света Когда вы внутри купола У вас есть овершилд В пвп Максимальное хп Снижено С 425 До 300 Теперь он имеет В пве Вот это изменение Будет везде По поводу Хп Но в пве Теперь будет Вы будете получать Вот этот куб Господи простите Вот этот овершилд У нас будет получать Свойство Пусотого овершилда То есть он получит Резист 50% Пвп Этот резист Напомню не работает В пве он работает То есть по сути В пве Ваша броня Станет мощнее Не то чтобы Это прям сильно нужно А в пвп Броня станет хуже И теперь Вот этот купол То есть овершилд Да Когда внутри купола Не будет больше Убирать Урон в голову Раньше у вас Урон в голову Отсутствовал Теперь он будет Такая же история У нас коснется Ульты Громовой удар Тандер Краш Он слишком сильный Особенно вэдгейм Пвп Его сложно контрить И он хорош Этот супер хорош Как и для того Чтобы Другие суперы Загасить И для того Чтобы просто Убить игроков Поэтому банджи Уменьшит Максимальное время полета С 5 до 4,5 секунд Уменьшит Также радиус На котором Убиваются Игроки На 20% В прыжке Когда вы летите У вас в прыжке Есть хитбоксы Вот они Станут меньше Теперь Вы будете Падать вниз Чутка ранее Чем сейчас То есть быстрее Радиус взрыва Тоже будет уменьшен Потев игроков На 20% Когда вы падаете На землю В пве Этот радиус Не поменяется И параллельно Банджи Баффлори Урон Другой ульте Аркового Титана 20% Пве Хайп Не поможет Ну да ладно И вот тот момент Который меня на самом деле Удивил Банджи Понерфит У нас Фрагмент Арка Который дает Резист Здесь упоминается Что в целом Фрагмент работает Хорошо Но его слишком Легко использовать По ходу Какого-то Пве Энкаунтера Или даже В пвп Когда много Игроков Поэтому Банджи внесут Парочку изменений Во-первых Чтобы этот фрагмент Сработал Теперь вас должны будут Окружить не два игрока А три игрока Либо игроки Либо мобы Да Вот это очень сильный нерв Особенно в пвп Потому что в пвп Конечно вас могут Окружить три игрока Но все-таки В большинстве случаев Это один или два Поэтому в пвп Эта штука Будет срабатывать Гораздо реже Более того Банджи уменьшит Время На протяжении Которого Резист Будет оставаться Когда вас Перестанут Окружать враги То есть Лингеринг Эффект С четырех До двух Секунд Вот это Неразначенно сильный На бумаге По крайней мере Зачем это Банджи сделали Яхэзэ Потому что В принципе Банджи описывали Арк Как стихия Когда ты должен Прийти к мобам И выжить И банджи По сути Порезали Самый Надежный Способ Выжить В какой-то степени Солар 3.0 Банджи Баффают Варлока Это хорошо Во-первых Ульты Будет снижена Стоимость Каждого Змаха Зари С 10 До 6 С половиной Секунд Это очень Мощный баф На самом деле И в пве Также бафнется Урон На 25% Вот это Супер Но супер Это баф Феникс Дайва Во-первых Банджи Очень так Мощно Снизит Базовый Кулдаун С 82 До 55 Секунд Во-вторых Когда у вас Будет активен Аспект Нагрев Когда вы Кушаете Гранату Воссоздание От феникс Дайва Будет работать Не одну А 3 Секунды И вот этот Момент Позволит вам Гораздо проще Сохранять Ресторейшн Допустим Вы напялили Фрагмент Уголек Неба Когда вы убиваете Либо обилками Либо пушками Солара У вас продлевается Действие Воссоздания И сияния То есть Бафов Солара Вот с этим Фрагментом Теперь можно В пве Смело брать Феникс Дайв Прыгать Вниз Убивать Мобов И продлевать Себе Ресторейшн А я напомню Что если у вас Стоит Если у вас Есть доступ К двукратному Ресторейшну То есть Допустим У нас Это будет Хитрайс Фрагмент И фрагмент Получается Тачо Флейм Касание Пламени Или как там На русском Неважно То у вас Воссоздание Будет двукратным И только у Варлока Есть доступ К этому Воссозданию Более того Когда у вас Будет активно Заря То есть Ульта У Феникс Дайва Будет значительно Снижен КД Что позволит Его активировать Крайне быстро И представьте Теперь вот это Вместе с Ресторейшном Хайп Хайп Даже в ПВП И когда у вас Будет активно Заря То максимальный Урон Взрыва От Феникс Дайва Будет 220 То есть Игроков ПВП Можно будет Ваншотить Феникс Дайвом Вот эти бафы Очень крутые Я доволен Потому что Сейчас варлок В ПВЕ По крайней мере Это либо поставить Кладезь с Фениксом Либо поставить Кладезь с Протоколом Либо что-то еще Это хорошо И одно изменение Которое Лично меня порадовало С релизом Лайтфола Игроки Перестанут умирать От коллизии С физикой Что имеется ввиду Когда вас ударил Кабал щитом Когда вы упали Слишком высоко Когда вас убили С мечом С мяча С игр с Эджем Вот этого Больше не будет И в каком-то Апдейте После выхода Лайтфола Ближе к середине Первого сезона Смерти от Опять-таки Больших прыжков Тоже Перестанут быть Летальными Но в целом Коллизия с физикой И архитекторы С Лайтфолом У нас идут нафиг Мы все еще будем Получать урон От этой коллизии Но у нас будет Слабаться Одно хп А не просто смерть Это хорошие новости И новые инструменты В арсенале А у нас появятся Новые фрагменты У арка У Соллера И у пустоты Что очень Сука хайп И также Банжи здесь Рассказали про Новые объекты Подклассов У Соллера У нас это будут Огненные духи Файр спрайты У пустоты Это будут Пустоты разломы Войд бриджес У арка У нас есть Ионные следы У стадиса У нас есть Стадис на осколки И у стрэнда У нас тоже Что-то будет Возможно что-то из того Что Банжи показывали Недавно У арка У нас появятся Два фрагмента Первый это Спарк оф инстинкт Когда у нас Ло хп То при получении Урона От бежащих врагов Мы будем делать Арковый взрыв энергии Который Заджолтит Наши цели Здесь разработчики Упоминаешь Некоторые фрагменты Это по сути Реинкарнация Некоторых модов Боевого стиля Вот этот фрагмент У нас раньше был По сути Модом Который давал нам Овершилд При активации Финишера И второе свойство Давало как раз Этот арковый взрыв Теперь это будет Фрагментом И он также будет Делать джолт Прикольно Второй фрагмент Спарк оф хейст Когда мы бежим То у нас Значительно увеличивается Стойкость Восстановление И мобильность Это будет Заебись для хантеров Солар Появление Нового объекта Это у нас Огневые духи Файр спрайт Файр спрайты У нас Будут создаваться С помощью Некоторых новых И существующих Фрагментов И буду давать Энергию гранаты При подборе Новый фрагмент Эмбер оф мерси Который меня Честно говоря Немножко напрягает Но не так как Войду Один фрагмент Об этом позже Когда мы Поднимаем Нашего союзника То мы И ближайшие тиммейты Получаем Воссоздание И при подборе Огневого Вот этого Файр спрайта Мы получаем Ресторейшн То есть С одной стороны Вот этот фрагмент Будет заебись В ПВЕ Особенно на хантеру У которого Ресторейшн Только от гранаты Исцеляющей А с другой стороны Если в ПВП В каком-то режиме Кого-то будете Регенить Допустим Трайлсы То у тиммейта И у вас Будет ресторейшн У него Конечно Возможно Будет Он будет Работать Очень мало По времени Там секунды две Но Че-то хер Его знает Ну да ладно Новый фрагмент Ember of Resolve Убийство С солярной гранатой Нас исцеляют Это по сути У нас Мод Heal Tieself Мод Убивого стиля Который у нас Тоже станет фрагментом Ember of Tempering Теперь создает Файр спрайт Будет создавать Файр спрайт При убийстве С солярной пушкой Когда он активен Этот фрагмент Вдобавку Другим эффектам Прямо сейчас Этот фрагмент У нас Дает нам Рикаво И дает Эффективность В воздухе Теперь Так же Будет делать Файр спрайты При убийстве С солярной пушкой Наверное Будет КД На создание Файр спрайтов Но это Не важно Ember of Combustion Теперь Будет создавать Файр спрайты При убийстве С солярной ультой Вместе Со своими Другими Эффектами Которые Честно говоря Я не помню Ember of Seeding Теперь Создает Файр спрайты При убийстве Цели Которые Получили Ожоги Вместе Другими Эффектами Другие Эффекты По-моему Это При убийстве Цели Которые Получили Ожог Получайте Энергию Милишки И так же Десять Рикавы Здесь Добавить Нечего Будет Изменения Крутые Особенно Для Хантеров Пве Берете Руки Ахамкары Ставите Ember of Seeding Ставите Ember of Mercy Убиваете Гранаты Мобов Подбираете Файр спрайт Получаете Ресторейшн То есть У вас Будет Билд И на Урон И на Получение ХП Балдеж Разумеется Балдеж Пустота Во-первых Это Void Bridge Наш Объект Пустоты Который Будет Энергию Класс В обилке За подбор Этой Штуки То есть Эти Объекты Это У нас Что-то Вроде Колодцев Но Энергия Будет Привязана Только К одной Обилке Поэтому Да Новый Фрагмент Echo Of Cessation Финишеры Будут Создавать Берст Вайдовой Энергии Которая Будет У нас Давать Нестабильность На наши Цели И второй Эффект Убийство Нестабильных Целей Создает Void Bridge Это Будет Балдеж На Охотника И это Будет Балдеж На Титана У Титана У нас Есть Аспект На Валатайлы У Хантера Есть Гир Фелкон Броня Кречета А вот Этот Фрагмент Красный Флаг Echo Of Vigilance Когда Мы Убиваем Нашу Цель При Лох Эпе Когда У нас Щитов Нету Мы Получаем Пустотный Овершилд ПВП Да Учитывая То Что В ПВП В принципе Многие Ганфайты Заканчиваются Что У кого Лох Эпе Кто Проигрывает Умирает Да Если Игрок Бегает На Пустоте С этим Фрагментом То Он Будет Получать Овершилд Вы Можете Подумать Ну И Что Только Вот 45 Хп Или 40 Неважно Это Достаточно Сильная Штука И Допустим Кто Вышел Вас Добить На Лох Хп Думая Что Вы Будете Лох Хп А у Вас Овершилд В итоге Этот Игрок Выживет Который С Овершилдом А другой Умрет Поэтому Вот этот Фрагмент Это Красный Флаг Я надеюсь На то Что В ПВП Он Работать Сука Не Будет Либо Овершилд Будет Еще Более Слабым Чем Обычный Но Вот Это Прямо Красный Флаг Эко Оф Доминиринг Он Уже Есть Что Он Еще Будет Делать Будет Создавать Бриджи При убийстве Цели Которые Имеют Супресс Вместе С другими Эффектами Эко Оф Харвест Теперь Создает Вайдовый Бридж Когда Вы убиваете Цели Которые Были Ослаблены Попаданием В голову Вдобавок К другим Эффектам И Эко Оф Старвейшн Который У нас На пожирание Теперь Дает Пожирание При подборе Вайдового Бриджа Вместе С другими Эффектами Это У нас Получение Пожирание При подборе Сферы Силы Вот это Хайп Я не знаю Будут ли Банджи Фиксить Фигню Что при Полной Ульте Нельзя Подбирать Сферы Силы И активировать Девавер Пока у вас Нету Каких-то Обхатных Путей Там вроде Пушки С Взрывным Светом Как вариант Так или иначе Но теперь Можно будет Легко Подбирать Пожирание И вот этот Фрагмент Будет Балдеж И на Хантера И на За счет Echo of Cessation То есть Поставили Echo of Cessation Для создания Вайдового Объекта С помощью Валатайлов Подбираете Этот объект И получаете Пожирание У Хантера Гирфелкон Напомню У Титана Это аспект Там берете Еще допустим Коллективную Ответственность И у вас получается Полный Балдеж Как-то Ребятки Вот так Вот такие У нас будут Изменения Видос на Полчаса Но выбора Здесь не было В принципе Наверное Все видосы Которые Я делал По тому Как у нас Работает Билдкрафтинг В Destiny Только что Отправились В помойку И мне Все придется Переделывать Ну да ладно Зато будет Весело Такие ребята Новости В целом Все прикольно Нас ждет Общий нерв Напомню Да В кулдауне Обилок Но у нас Появится Гораздо Больше Разных Опций Для билдкрафтинга А это На мой взгляд Очень круто До связи